Сегодня у нас день конституции, как мы знаем, да? Мы пришли сюда, в общественную приемную, просить сохранить наше конституционное право на труд. Мы работники химпрома. Мы представители 4000-го коллектива химпрома, который не хочет увольняться. Зачем пришли в общественную приемную города, если город вообще никакого отношения не имеет к химпрому? Наши требования оставить в рабочем состоянии химпром, отменить эти приказы все об увольнении, оставить весь коллектив на рабочих местах. Что нами бездарно руководила Ростехнология в течение 10 лет? Куда ушли деньги? Почему заложниками этой ситуации стали простые работники? Когда нам дали списки с центра занятости, я просто была в шоке. Я читаю, значит, я женщина, дипломированный специалист, как и тысячи работающих на заводе. Я читаю вакансии водитель, грузчик, сварщик, повар, маляр. Вы знаете, и вот эти еще унизительные, когда тебе центр занятости дает направление, ты приходишь по этим вакансиям, которые я даже не понимаю, какое отношение имеет к моей профессии, начинают тебе еще унизительные фразы говорить. Вы извините, ваш возраст до 35 лет, вы нам по возрасту не подходите. Потребители, они готовы заплатить за сырье, чтобы мы им поставили продукцию. Это говорит о том, что мы рентабельны, мы хорошие. Только те хозяева, которые нами управляли все время, они просто обградывали завод. Вот и все. К ответу призвать тех, кто допустил вот до этого. Более того, пусть они заплатят за наши долги. Вот они наши заплатят. А мы будем, а мы будем работать. Чунаков сказал, что передаст наше обращение в официальном порядке нашему губернатору Андрею Ивановичу Бочарову. И что мы его попросили организовать встречу на территории Химкру.